МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ажиотаж, граничащий с безумием. В преддверии выборов в Конгресс США снова возникла антироссийская повестка и желание ужесточить санкции. А Китай просит США умереть пыл в торговых войнах. Учитывать интересы простых американцев, Ван и уверен, действия Трампа могут привести к плачевным последствиям. В Хабаровске продолжает прибывать уровень воды в Амуре. До опасных отметок считанные сантиметры, подтоплены сотни дачных участков, а в Заполярье продолжают бушевать лесные пожары. Ирок-фестиваль нашествия открывается сегодня в Тверской области. Впервые почти за 7 лет сотрудники Миссион вышли к голландским высотам через территорию Сирии. Это пограничная с Израилем земля, разделяя два государства, до юра находящиеся в состоянии войны. С 1974 года демилитаризованную зону контролируют международные миротворцы. Но с началом войны в Сирии они были вынуждены покинуть посты. Долгие годы там хозяйничали боевики. Доступ представителей ООН к подножию голландских высот обеспечили подразделения российской военной полиции. В составе колонны была и наша съемочная группа. Репортаж Александра Билибова. Белые броневики с символикой ООН впервые за долгие годы едут по окраинам города Кунейтра. Столица одноименной сирийской провинции лежит в руинах с середины 70-х годов прошлого века, когда израильская армия вторглась на территорию Сирии. Сегодня это город-призрак. Кругом разрушены здания. Вдоль улиц разбитая военная техника. Вот там уже виднеются голландские высоты, позиции, на которых сейчас удерживает армия обороны Израиля. А у их подножья так называемая демитеризованная зона. Международные наблюдатели с начала конфликта в Сирии в 2011 году могли попасть туда, только сделав огромный крюк через Бейрут. На это уходило около 7 часов. Ведь раньше эта территория контролировалась незаконными банформированиями. Теперь же, когда радикальных исламистов здесь больше нет, дорога к своим наблюдательным позициям для миссии, организации объединенных наций, открывается напрямую. Наши военные переговорщики из Центра по примирению врождущих сторон убедили лидеров большинства группировок перейти на сторону правительственных подразделений или покинуть эту территорию. Авторитет российского флага, без сомнения, здесь велик. Даже вооруженные миротворцы отправились к границам демилитаризованной зоны только при сопровождении российских военных полицейских. На этом участке ширина не больше километра. Повсюду колючая проволока. На той стороне отчетливо видны наблюдательные вышки израильских пограничников. И вот он, исторический момент. Буферная зона вдоль голландских высот растянулась почти на 80 километров с севера на юг, от Ливана до Иордании. Ширина этой территории деэскалации варьируется от нескольких сотен метров до 10 километров. Ее границы, так называемая линия Альфа у голландских высот и линия Брава, что находится уже на территории Сирии. Как раз таки вдоль них и внутри самой демилитаризованной зоны и находятся наблюдательные пункты миротворцев ООН. Вдоль голланд миротворцы не были уже несколько лет. В таком блачевном состоянии сейчас находится большинство наблюдательных постов Миссион вдоль так называемой линии Брава, что располагается на территории подконтрольной Сирии. Этот, кстати, еще неплохо сохранился. Начали войны эти стратегически важные холмы, с которых вся округа как на ладони, заняли боевики радикальных исламистских группировок. Восстановление этих постов сейчас одна из приоритетных задач. Ведь если сюда вернется международный контингент ООН, обеспечивать безопасность и стабильность в регионе наверняка будет куда проще. Большую роль это сыграет и в решении гуманитарных задач. Проведенная сегодня региона сурока дороги М7, проведенная военной полицией совместно с представителями ООН, даст возможность доставлять гуманитарный груз в лагерь беженцев в Жзилуане. А также возможность командующему силой ООН проводить инспектирование постов, которые находятся вдоль линии Альфа, подконтрольной израильскому правительству на территории. В свою очередь российские военные готовы оказать миротворцам всю необходимую помощь. И они уже это делают. Александр Билибов, Сергей Трусков и Михаил Емелин. Вести из демилитаризованной зоны вдоль голландских высот. В Конгресс США внесен в законопроект ужесточающий антироссийские санкции. Ограничительные меры могут коснуться транзакций по госдолгу, а также инвестиций в нефтяные и энергетические проекты. Одновременно в американской администрации поднялась новая волна обвинений. В адрес Москвы и так ФБР пообещали с неистовой яростью бороться с вымышленной российской угрозой. Из Вашингтона репортаж Валентина Богданова. Американское глубинное государство умеет разговаривать на разные голоса, которые накануне, впрочем, слились в общий хор. «Русские снова идут», звучало рефреном от всех участников этого пресс-брифинга в Белом доме. С самого начала своего президентства Дональд Трамп реализует общеправительственный подход, направленный на защиту наших национальных выборов. Президент дал ясно понять, что его администрация не потерпит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любых государств. Глава ФБР острые углы обходить не стал. В том смысле, что открыто обвинил Россию во вмешательстве даже не в прошедшие, а в еще не состоявшиеся выборы. Как обычно, без предъявления улик. «Эта угроза никуда не уходит. Как я уже говорил ранее, Россия пыталась вмешиваться в последние выборы и продолжает оказывать негативное влияние своей деятельностью по сей день. Это угроза, к которой мы должны относиться максимально серьезно и акцентированно, отвечать на нее с неистовой яростью». Глава нацразведки США Дэн Коутс, который еще недавно выглядел глуповато, посмеиваясь над желанием Трампа пригласить Путина в Белый дом, теперь снова на коне. В деле обороны американской демократии от хакеров, ботов и троллей Коутс рассчитывает на частный сектор, который сам всегда готов протянуть руку помощи. Например, у Марка Цукерберга уже отчитались, что удалили аж 32 страницы в Фейсбуке и Инстаграме, через которые некие неназванные лица якобы пытались повлиять на исход ноябрьских выборов в Конгресс. «Россия применяла различные подходы в попытках повлиять на выборы через классические медиа, социальные медиа, с помощью ботов, нанятых актеров, прокси, список может быть больше. Я не могу раскрыть все засекреченные детали, но вмешательство имело место быть». Глубоко в детали не вдавались и остальные. И министр внутренней безопасности Кирстен Нильсон, и глава киберкомандования Полна Кассона, и советник Трампа Джон Болтон просто повторяли одну и ту же мысль о российском вмешательстве. Тем удивительнее слова самого Трампа, сказанной на митинге в Пенсильвании. «В Хельсинки у меня прошла замечательная встреча с Путиным. Мы обсудили все. Мы очень хорошо поладили. Кстати, это прекрасно, а не наоборот. А теперь нам мешает вся эта мистификация вокруг России». Избиратели рукоплещут своему президенту за то, что начал диалог с Россией. Его окружение пытается перехватить у демократов антироссийскую повестку. Меньше чем за 100 дней до промежуточных выборов. «Я думаю, что веха промежуточных выборов для российско-американских отношений, к сожалению, очень важна. Это очень плохо, потому что это очередной пример того, когда важные стратегические связи становятся заложником внутренних процессов, причем в худшем проявлении». Одним из таких проявлений стал новый двухпартийный законопроект в Сенате об усилении антироссийских санкций. На Капитолийском холме хотят расширить список лиц и компаний, против которых действуют ограничения, а также запретить американцам закупки российского урана и инвестиции в энергетику. Хвастаясь, автор законопроекта республиканец Линси Грэм назвал новые санкции сокрушительными. Сокрушать, правда, могут до того, что раскачают мировую финансовую систему. Во всяком случае, именно так расценивают идею сенаторов наложить запрет на операции с российским госдолгом в американском инфине. Валентин Богданов и Иван Уткин, Вести, США. США проводят ошибочную политику по развязыванию торговых войн. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Китая Иван. И, по его словам, действия Вашингтона не только не оправдывают американских надежд, но и приведут к тому, что Соединенным Штатам придется самим пожинать плоды содеянного. Напомню, на этой неделе Дональд Трамп поручил рассмотреть возможность введения пошлин в размере 25% вместо запланированных ранее 10% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Тюремная администрация предоставила возможность пользоваться телефоном россиянки Марии Бутины, арестованной в США. Но связаться с родителями она пока не может из-за каких-то технических трудностей, об этом сообщило российское посольство в США. Накануне наши дипломаты в очередной раз посетили Бутину, который уже 19 дней находится в заключении по надуманным обвинениям. Сотрудники ДИП-представительства рассказали, что Мария стойко переносит тяготы, пытается к ним адаптироваться на состояние здоровья, не жалуется, однако ее обращение за стоматологической помощью администрация тюрьмы игнорирует. Воровство сотовых телефонов в России в ближайшем будущем станет бессмысленным. В стране планируется ввести блокировку по имей-коду. Он уникален для каждого аппарата. Внесенный в черный список мобильный просто не сможет работать в сотовых сетях и превратиться в бесполезный кусок пластика. Кроме того, новая мера принесет в бюджет миллиарды рублей налоговых и таможенных сборов. За счет того, что контрабанда сойдет на нет, поскольку черные телефоны тоже окажутся вне зоны доступа. Репортаж Михаила Алтеркопа. Житель Нижнекамска Александр Бурков и телевизор починит и мобильный. В общем, мастер на все руки. Год назад купил новый телефон для жены. С рук. Сосед предложил низкую цену. Александр не смог отказаться. Правда, вскоре пожалел. Едва он вставил сим-карту, как в двери постучалась полиция. Объяснили, что телефон пропал, что сим-карта, которую я поставил, оформленная на меня, она сразу им показала, высветилась там где-то в базе данных, как краденый телефон. В итоге телефон вернули законному владельцу. Александр остался и без денег, и без мобильного. Полиция предупреждает, покупка телефона с рук без чека и надлежащих документов может обойтись очень дорого. Бывают такие случаи, что с документами есть телефоны, которые крадены, но они не заблокированы. То есть в любой момент к вам могут приехать сотрудники полиции, у которых вы телефон купили, по сим-карте узнать ваш имей, приехать и забрать у вас просто телефон и отдать его настоящему хозяину. Мобильные телефоны у воров и грабителей – вещь популярная. По статистике, треть всех краж в России приходится на гаджеты. 40% мобильных ввозят нелегально, но эффективный метод борьбы есть. Совет Федерации одобрил введение системы контроля за телефонами с помощью имей. Имей – международный серийный номер гаджета, для каждого персональный. Благодаря новой концепции, к примеру, если у вас украли мобильный, один звонок оператору, и вы блокируете не только сим-карту, как это происходит сейчас, но и все устройство. После этого даже самый дорогой телефон превращается в бесполезный кусок пластика. Все мобильные телефоны, которые будут возиться на территорию Российской Федерации, будут зарегистрированы в базе данных. Поэтому, покупая телефон даже на рынке, вы можете спокойно проверить, в каком же списке он находится. Белым, серым или черным. На это вам потребуется всего пять минут. Вы просто берете телефон, заходите на специальный сайт, вводите имей-устройство и смотрите. Черный список краденой. Телефоны серые не зарегистрированы, и их статус выясняется. И белый легальный. База данных будет создана на частные деньги. При этом ни сама связь, ни мобильные устройства не подорожают. Система заработает через три года. Период ротации устройств сейчас составляет в среднем два-три года. То есть два-три года — это период, когда человек меняет телефон. И, соответственно, на первом этапе будет создан список исключений, и будет период накопления информации просто в базе белых телефонов блокироваться, будут только краденые телефоны. Концепцию контроля за телефоном при помощи имей используют в 31 стране. К примеру, в Турции после ее введения кражи телефонов упали на 95%. Подготовка к осуществлению этой идеи в России уже началась. Михаил Алтеркоп, Юрий Гончар, Виктор Приходько. Вести. Это Вести. Вот что будет далее в нашей программе. Масштабные военные учения в Калининградской области. Российские ученые придумали правильный бетон для Арктики. Рокфестиваль нашествия. Кто в этом году примет участие? Это Вести. Мы продолжим выпуск. Уровень воды в Амуре. Ухабаровска продолжает расти. За минувшие сутки он прибавил еще почти 20 сантиметров. И сегодня составляет 4,5 метра. До опасной черты осталось полтора метра. Уже потоплены сотни дачных участков на левобережье. И увидеть, с какой скоростью поднимается Амур у Хабаровска можно на городской набережной. Еще несколько дней назад в пешеходной зоне можно было спокойно прогуляться. Сейчас вода подбирается к верхним отметкам дамбы. Однако синоптики успокаивают. Чрезвычайная ситуация пятилетней давности, когда волна достигала 8 с лишним метров, не повторится. А в Заполярье бушуют лесные пожары. На тушение огня прибыли дополнительные группы спасателей из соседних регионов. В Мурманской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации. С начала лета на территории Кольского полуострова зафиксировано свыше 120 природных возгораний. Самая тяжелая обстановка на юго-западе региона. Такого количества пожаров на полуострове не было несколько десятилетий. Всему виной аномальная жара в июле. Температура воздуха поднималась свыше 30 градусов. В Красноярске сегодня утром вспыхнул сильный пожар, который серьезно напугал местных жителей. Огромный столб черного дыма был виден из всех районов города. Как сообщили в прислужбе МЧС, возгорание произошло в складских помещениях, которые были практически пустыми. Общая площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. На тушение огня выехали почти 50 человек и 15 единиц техники. К этому часу пожары уже удалось ликвидировать, но причины ЧП пока неизвестны. По данным МЧС пострадавших нет. Российские десантники захватили побережье, занятое условным противником. В Калининградской области сейчас там проходит масштабное учение сразу трех флатов Балтийского, Северного и Черноморского. В маневрах задействованы десятки кораблей и другой техники, в том числе самой новой, принятой на вооружении в этом году. Какие задачи стоят перед военными, знает Марина Наумова. Истребители наносят условные удары по полигону «Хмелевка». Вглубь захваченной противником территории десантируются черные береты. В это время у моря группы инженерного разграждения ведут работу по разминированию. По легенде, больших тактических учений, в которых задействованы корабли сразу трех флотов Балтийского, Северного и Черноморского, диверсионные группы условного противника захватили побережье в Калининградской области и береговые объекты инфраструктуры. Саперам необходимо сделать проходы в минных полях для бронетехники. Мы прикрывались дымами, то есть все дело в скорости, то есть мы должны как можно быстрее все успеть зачистить, остаться в живых, естественно, самим и сделать, чтобы техника наша удачно вышла. В море маневрируют десятки кораблей. Первыми к берегу приближаются десантные катера, открывают аппарели и из грузовых отсеков выходят бронетранспортеры. Высадку десантно-штурмовых подразделений производят и большие десантные корабли. Калининград и Александр Шабалин впервые в масштабной учебной операции задействован ВДК «Иван Грен», который был принят на вооружение военно-морского флота в этом году. Новейший корабль водоизмещением 5000 тонн и возможностями транспортировки батальона, морской пехоты с техникой после завершения учения уйдет к месту своего постоянного базирования в Североморск. В составе сформированной в ходе этих маневров группировки он стал участником десятка различных морских эпизодов. Отработаны этапы формирования группировки, высадки сил войск морского десанта, также перестроение в походные и боевые порядки, бой за высадку и противодействие сил и средств охраны побережья войскам высаживаем на берег. Высадка с моря производится на современных БТРах-82. Эти машины, стоящие на вооружении Балтийского флота, оснащены мощным двигателем в 320 лошадиных сил и обладают повышенной проходимостью. Плыть могут со скоростью 10 километров в час. С лодки ныряешь прям носом, прям в воду замыришь полностью. На воде, так сказать, спокойно, не захлопнут никак. Воздушная система внутри БТРа всё перебаривает. Корабельным группам и морскому десанту удалось подавить береговые пункты сопротивления условного противника. Выполнение всех боевых эпизодов командование оценило на отлично. Марина Наумова, Евгений Бекеш, Александр Наумов, Павел Тимофеев, Вести, Калининградская область. Российские учёные нашли формулу идеального бетона. Он не боится арктических морозов и даже землетрясений. Разработчики сверхпрочного материала уверены, что спрос на него будет гарантирован. Новые технологии. Белгородских специалистов уже заинтересовались в Ираке. Уникальные стройматериалы там собираются использовать для восстановления разрушенных домов. Репортаж Александра Ревунова. Тест на прочность. Бетонный куб идёт на рекорд. Тысяча килограмм на квадратный сантиметр. Обычный композит на его месте давно бы пошёл трещинами. Но этот материал сделан по особой технологии. Её открыли учёные Белгородского технического университета. Мы, изучив горные породы, мы пришли к выводу, что мы можем получить вот такой вот супервысокопрошенный бетон. Это первый образец реализации теории геоники. Законоподобия. Профессор Валерий Лисовик долгие годы работал над поиском формулы идеального стройматериала. Прочного, доступного и дешёвого. Оказалось, что решение задачи в буквальном смысле лежало под ногами. Камни, минералы, созданные природой. Взяв за основу их структуру, учёные смогли получить новый композит. Верхпрочный бетон способен выдержать экстремальные температуры Крайнего Севера и даже Арктики. Из этого материала можно без боязни строить жилые дома даже в сейсмоопасных зонах. Военным композит пригодится для строительства фортификационных сооружений. Это далеко не все сферы применения этого изобретения белгородских учёных. Для изготовления нового бетона пригодилось сырьё курской магнитной аномалии. По сути, отходы горного производства. Бесхозная порода пойдёт на вторичную переработку, что хорошо для местной экологии. Конечный продукт превосходит аналоги не только по прочности, но ещё и очень дёшев. Мы используем, допустим, породы, которые позволяют снизить энергоинкоспроизводство. Мы можем понизить давление вплоть до атмосферного и снизить температуру. И всё это возможно за счёт именно вот такого подобного сырья, которое позволяет это сделать. Строительный мусор при должной переработке сгодится для производства сверхпрочного бетона. Ахмед Анис надеется, что этот материал, созданный по новой технологии, сможет помочь установить разрушенные дома его родины в провинции Анбар Ирака. Мы разрабатываем композиции с использованием этих отходов. Получаем очень хорошие результаты на счёт использования этих отходов. И для того, чтобы... или для становления разрушенных городов в Ираке, мы сейчас занимаемся этим вопросом. И у нас связь с университетами, с иракскими университетами. Авторы разработки уверяют, срок службы сверхпрочного бетона минимум 200 лет. Саму формулу пока держат в секрете. Готовятся получить патент на это изобретение. Александр Иванов, Андрей Куцов, Михаил Шум. Вести. Белгород. Во Владимирской области завершается главный образовательный форум страны «Территория смыслов на Клязме». Он проходит под девизом «Россия – страна возможностей». За полтора месяца участниками дискуссии стали молодые политики, социологи и блогеры из разных регионов. В программе форума шесть тематических смен. В заключительный день прошла встреча с лидерами молодежных отделений всех парламентских политических партий. Среди главных тем обсуждения – организации и проведения предвыборной кампании, а также применения цифровых технологий в политике и образовании. Когда мы говорим «молодежь в политику, а значит во власть», мы задаем всегда вопрос «для чего во власть?». Во власть человек идет для того, чтобы делать так, как он считает правильным. А как он будет поступать, зависит от его ценностей. И ключевым параметром эффективности политика, если мы говорим про представительную власть, является как раз-таки доверие избирателей. Крупнейший рок-фестиваль «Российное нашествие» стартует сегодня в Тверской области. Всего на трех площадках в Большом Завидове отыграет свыше полутора сотен музыкальных групп. Многие гости уже приехали. Доступ на площадку был открыт со вчерашнего вечера. Официальный старт будет дан через несколько часов. А сейчас на месте находится наш корреспондент Олег Пакшин. Олег, я вас приветствую. Здравствуйте. Как идут последние приготовления? Здравствуйте, Ира. Главное приключение – лето. Фестиваль «Нашествие-2018» здесь, на огромной поляне, близ поселка Большое Завидово, уже начал работать. С 9 утра идут выступления и концерты на одной из трех огромных сцен фестиваля. Там выступают молодые альтернативные команды, но подающие большие надежды. Ну а мастодонты нашей отечественной рок-музыки начнут выступать сегодня с пяти вечера, когда заработает главная сцена фестиваля. Рядом с ней уже зрители начали занимать самые лучшие выгодные места. На трассе Москва-Петербург настоящие пробки. Тысячи машин с флагами нашествия едут сюда со всей страны. Всего организаторы ожидают за три дня фестиваля более 100 тысяч гостей на нашествии. Ну и одной из первых традиционно уже заработала площадка Министерства обороны на фестивале. В этом году военные представили колесную технику и даже самые новые образцы вооружений, которые только в последние годы поступили в войска. В частности, вот сейчас мы находимся на модуле связи МКС. Также сюда пригнали семитонную гаубицу. В общем, все это оружие можно не только сфотографировать, посмотреть, но и даже очутиться внутри. Давайте послушаем, что говорят первые посетители площадки Министерства обороны на нашествии. Приезжаем на нашествия не первый год. Вот ребята у нас с Владимира. Я с дочерью с Питера. Познакомились здесь, теперь встречаемся раз в год здесь на нашествии. Ну, у нас уже как заведено пройти, посмотреть технику, показать детям. Ну, интересно. Несмотря на то, что некоторые из музыкантов отказались от участия в фестивале нашествии 2018, как раз из-за присутствия здесь военной техники, глобально на программе фестиваля это навряд ли серьезно отразится, потому что всего за три дня на трех сценах должны выступить более 150 коллективов. Итак, сегодня вечером старт на главной сцене, и хедлайнерами станут «Нойз МС», «Ночные снайперы», «Сплинг», «Укрениксы». Ждем начала. Студия. Спасибо, Олег. На прямой связи с фестивалем нашествия был наш корреспондент Олег Пакшин. Но впереди прогноз погоды и несколько минут рекламы, а далее расскажем артист-балет, бледмейстер, хореограф, педагог, народный артист, руководитель собственного коллектива «Русский балет» Вячеслав Гордеев отмечает 70-летний юбилей. Оставайтесь с нами. Здравствуйте. В эфире прогностический центр «Метео-ТВ». Информацию Гидрометцентра России представлю я, Татьяна Антонова. На европейской территории России циклоны в выходные, получат пропуск практически во все районы. Сильные осадки пройдут на северо-западе и здесь посвежеет до 24-27. На севере и на северо-востоке осадков будет меньше, но температура повсеместно ниже нормы. На востоке Коми не исключен даже мокрый снег. Под влиянием атмосферного фронта короткие грозовые ливни начнутся в средней полосе. Но пока у нас жарко до 30 и даже выше. Похолодание ожидается в воскресенье. В Поволжье дожди пройдут местами. Ну а югу снова достаются грозовые ливни, град и шквалистый ветер. На реках Кубани, Адыгеи, Черноморского побережья ждать подъем уровня воды. Самая спокойная погода в Крыму. Здесь без осадков и жарко. В Ялте 31. В Сочи завтра 28. Дождь небольшой. Температура воды в Черном море 25-26 градусов. В Петербурге в субботу кратковременные дожди до 25. В Москве местами небольшой дождь. Ночью 16-18. Ну а днем 27-29. В воскресенье не выше 27. Это все. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Станцевало множество ведущих партий. Был худруком театра. Находясь на пике карьеры, Мэтр решил создать собственный коллектив. И его театр «Русский балет» вошел в историю. Репортаж Марии Саушкиной. Раннее утро. За станком 40 артистов русского балета. Театр, который унаследовал мировой бренд. То, что узнают и то, чем восхищаются во всем мире. Танцевальный класс ведет сам Мэтр Вячеслав Гордеев. Его талант только плескали зрители всего мира. От Штатов до Австралии. Золотому мальчику, так называли за границей, советского виртуоза равных не было. По технике, выразительности и врожденной аристократичности манер. Того же он требует от своих артистов. Это ведь как животные или, например, дети. Если ты их взял, ты должен за них отвечать. Понимаете, это большая ответственность. Быть руководителем, не только руководить творческим процессом в заднем, но и заботиться о них. В общем, у нас сейчас, я не скажу, что уж такая легкая жизнь, как всегда. На сцене он встретил свою первую любовь. Искрометный дуэт. Надежда Павлова, Вячеслав Гордеев навсегда вошел в историю мирового балета. Молодая пара, супруги. Они на сцене были единым целым. Талант одного поддерживал талант другого. А Гордеев, как джентльмен, всегда уступал. Я получил больше всех баллов. Притом с большим отрывом от всех. Но на нашем конкурсе было уникальное явление Надежды Павлова, которая 18 лет, но уже танцевала, как опытная балерина. Они решили дать все-таки главную премию, гран-при Павловой. Я даже не обиделся. Ему удавалось абсолютно все. И лирический принц в Лебедином озере, и весельчак Базильев Дон Кихоти, и сказочный главный герой в Щелкунчике. Мировая пара, которая принесла колоссальный успех и славу, помимо того, что себе, но и нашему Большому театру. И русскому балету вообще. Никогда не менялось. Его отношение к партнерше почтительное, уважительное. Всегда готовый помочь, всегда готовый понять. И не просто танцует с партнершей, как блистательный танцовщик, которому он с самого начала уже всех удивлял своим танцем. Но он просто всегда был полон внимания. А потом удалось возглавить Большой. В самые сложные времена удержать его от давления иностранных балетмейстеров, сохранить в нем исконно русский дух и традиции отечественной балетной школы. И теперь уже в его театре. Русский балет считают за счастье танцевать лучшие балерины со всего мира. Я, конечно, хотела в Россию танцевать. Приехала в Россию, я смотрю вокруг меня, и русские люди просто все очень красивые. Творческий почерк балетмейстера Гордеева всегда узнаваем. Это дань традициям, но при академизме исполнения на все свой взгляд. И только его 32 лебедя танцуют лебединое озеро на берегу Байкала. Зной и ветры не помешают. Ведь русский балет танцует душой. Мария Саушкина, Лаура Половандова, Анастасия Тюрина, Павел Феоктистов. Вести. Сегодня днем смотрите программу «Судьба человека». В гостях у Бориса Корчевникова певец и композитор Алексея Чумаков. Алексей Юлий Ковальчук уже много лет считается самой образцовой парой отечественного шоу-бизнеса. И год назад в звездной семье родилась дочь. Начало ровно в полдень. Не пропустите. Я считаю, что мужчины, которые не наблюдали за рождением своих детей, упустили 80% эмоций всей своей жизни. Ничего равного, приближенного быть у мужчины не может. И если они не видели это, они не видели ничего. Далее региональные вести всех жителей Москвы и Московской области. Вернемся через пару секунд. В столице стартовал сезон бухчевых. Где купить и как правильно выбрать ягоды? Создают пробки и мешают общественному транспорту. Столичная автоинспекция борется с нелегальными таксистами. Индонезия, Франция, Япония, весь мир в столице. Куда пойти выходные? Расскажем в рубрике Афиши. Питьевая вода, солнцезащитный крем и головные уборы сегодня вновь будут необходимы москвичам. После полудня воздух прогреется до 30 градусов, осадков не ожидается. Ветер слабый. Медики рекомендуют пожилым людям и людям с сердечными заболеваниями по возможности держаться в тени. Так, в Подмосковье из-за жары и за амирной помощи обратилось 14 человек. Пятеро доставлены в больницы. В столичном регионе действует высокий уровень погодной опасности. Завтра горячий воздух освежат небольшие дожди, а легче дышать станет уже в начале следующей недели по прогнозам синоптиков. Лето пойдет на обоих. Сегодня в Толице официально настартовал сезон продажи арбузов и дыни. В этом году в городе будет работать около 250 точек с бахчевыми. На прилавках только проверенные товары в отличие от ассортимента стихийных развалов, которые уже давно появились вдоль трасс. Где можно купить правильную ягоду, расскажет Александр Афанасьев. Для одних этот звук глухой, для других звонкий. Определять спелость арбуза постукиванием не так уж и просто. Сезон арбузов открыт за главной летней ягодой. Москвичи устремились на бахчевые развалы. Просто подхожу и спрашиваю, дайте мне, пожалуйста, вкусный самый арбуз и все. Не умею выбирать, а покупаю то, что продается. То есть доверяетесь продавцу? По сути, да. Правильное звучание, сухой хвостик и желтое пятно. Эти признаки все же не гарантия хорошего арбуза. Но с открытием бахчевого сезона гадать не придется. Если, конечно, покупать долгожданное летнее лакомство в легальных торговых точках, а не в стихийных придорожных ларьках. Спелые, сладкие арбузы. И тепло. Люди обращаются. Спрос есть. Есть торговля. В столице открылось более 250 официальных точек продажи арбуза и дыни. Проверенную ягоду можно купить неподалеку от дома в специально оборудованных деревянных палатках. Все они оформлены в едином стиле. Эти точки прошли проверку и получили разрешение на торговлю. На каждом объекте в обязательном порядке должны быть и весы, и ценники, и все документы от наших контролирующих органов. Это из Роспотребнадзора. Поэтому я рекомендую гражданам не стесняться эти документы спрашивать. В принципе, они находятся всегда на видном месте. На официальных торговых площадках продавец всегда готов предъявить целый пакет документов. Разрешение на торговлю, медкнижку, свидетельство Роспотребнадзора и документы на сам товар. То есть, где и кем выращены ягоды. При желании покупатель может ознакомиться и с результатами экспертиз. Там будет указано, в каком состоянии арбуз или дыня. И главное, превышена ли в плодах концентрация нитратов. Клады свежие, зрелые, целые, здоровые, чистые. Если некоторые сорта дыни привозят из стран ближнего зарубежья, то арбуз в основном отечественный. Традиционно ягоду поставляют Краснодар, Ставрополь, Ростов, Астрахань, Волгоград и Дагестан. Сладкие? Очень сладкие. Я могу вас выбрать самый хороший арбуз. Выберите мне побольше, пожалуйста. Продлится бахчевой сезон в столице до 1 октября. Александра Афанасьева, Сергей Солдатов, Дмитрий Масленников, Анастасия Клеймёнова, Вести. И сейчас новости предвыборной кампании. В избирательном штабе Сергея Собянина представили уникальную интерактивную карту Москвы. Она позволяет приближать и рассматривать в мельчайших деталях разные городские объекты. А знаковые места, такие как Пушкинская площадь Москва-Сити или ВДНХ, выделены на экране особыми метками. Также карта покажет, как изменилась столица за последние 8 лет. В проекте использовались архивные работы фотохудожников, которые снимали город с крыши других высотных точек. Там можно посмотреть, как выглядят москвичи, какие здания, какие по улице ездят автомобили. И я надеюсь, что наши потомки лет через сто с благодарностью будут рассматривать этот проект и смотреть, как жили их прадеды сто лет назад. Как ожидается, новая карта будет интересна не только с познавательной точки зрения. Ее можно использовать для принятия стратегических решений по развитию и благоустройству Москвы. Можно будет смотреть комплексно, подходить, например, достаточно ли зелени в этом районе. Может быть, его нужно больше озеленить. Можно приблизить, например, тот или иной дом и посмотреть, выполненный ли ремонт для фасада. Даже это можно посмотреть. Кандидат в мэри от ЛДПР Михаил Дегтярев принял участие в образовательном форуме территории смыслов. Обсуждались условия, которые должны быть созданы в современном обществе, чтобы молодые люди имели все возможности для качественного образования и дальнейшей карьеры. Социальные лифты, они как раз таки и развиваются благодаря вот таким вот площадкам, на которых молодежь может быть заметна. Потому что мало научиться, нужно еще стать заметным и для инвестора, и для политической элиты, и для партийной элиты. Кандидат в мэры от партии коммунистов Вадим Кумин встретился с жителями района Нагорный. Люди обеспокоены, что рядом с их домами планируется строительство крупных жилых комплексов. По их мнению, население района в итоге вырастет в полтора раза и жить станет труднее. Многие жаловались, что им не хватает парков и детских площадок. Точная застройка, как вы знаете, это просто бич города Москвы. Это все равно, что вот сегодня вы живете, а завтра к вам в квартиру придет вот такой амбал и скажет, что я здесь вот теперь буду жить, потеснись. Вон там ты в одной комнате, а я в другой. Город должен брать всю полноту ответственности на себя и ни в коем случае не перекладывать эту ответственность на коммерческие фирмы. Кумин пообещал, что делают все возможное, чтобы защитить интересы жителей района Нагорный и не допустить точной застройки. Рейд по нелегальным такси прошел в столице. Нарушители ловили сотрудники столичной автоинспекции совместно с МАДИ. В последнее время к ним стало поступать все больше жалоб на водителей, которые ждут клиентов прямо на остановках, создавая пробки и загораживая проезд общественному транспорту. Репортаж Владимира Старикова. Метро Юго-Западное. Все выделенные полосы заняты таксистами. Стоят прямо под запрещающими знаками, с поднятыми багажниками и прикрытыми, чем попало номерами. Обедем, говорю, сейчас. Нет, ну это не ответ. Нет, а почему изначально вы здесь встали? Вот сколько таксистов стоите? Все стоят и вы стоите, да, получается? А у вас есть там чем загораживать? Давайте не толкаться. На легальных таксистов эти водители не очень похожи. Элицентр у меня есть, а что дальше? А зачем шашечки убрали тогда? Потому что они обклеены машины. Почему не обклеена машина? Нет. Пара таких машин на остановке по соседству скапливается пробка. Автобусы попадают в капкан. Вечером, когда час пик, автобус просто не может подъехать по причине того, что они стоят в рядом. Жители окрестных домов пытались сделать замечания, но получали жесткий отпор. Таксист просто напал на... Один пытался сбить, второй напал при попытке отклеить с номера бумажку. Не особо пугает таксистов инспектор МАДИ. На защиту машины стоят грудью. Давайте посмотреть, пожалуйста. Не надо. Ничем не толкаетесь? Вот потому что клиент вот здесь. Вот сейчас подъедет. Сейчас подойдет. Под знаком стоите же? Нет, я только подъехал, вот отъезжаю. Да видели, мы стояли вот здесь. У вас бумажка была загорожена, видно же. Нет, нет, не было. Сезон не было. Впрочем, оправдания не работают. Одного снимка достаточно для штрафа. В зоне действия знака остановка запрещена. Автомобиль размещать нельзя даже на одну минуту. Штраф составит 3000 рублей. Если водителя нет на месте, автомобиль будет эвакуирован. Страфовали уже вас? Да, очень много. А почему продолжаете-то вставать? А что, где стоят тогда? Примерно той же логикой руководствуются и таксисты у метро Сокольники. Маленький пятачок у павильона постоянно забит сомнительными машинами с шашечками. Остальным не проехать, не пройти. Не едет не там, где надо. Не проезжает там не там, где надо. Не стоят не там, где надо. А почему тут машину выставите? А, забери. Это не моя машина. А чья? Я откуда знаю. Ну вы рядом все стоите. Ну что я могу там стоять? Помимо правил стоянки, таксисты нередко забывают и другие простейшие. То фары включить, то ремень пристегнуть. Потому что, когда принимаешь заказ, надо посмотреть. Сложно быть пристегнутым при этом? Сложно, конечно. Рынок легальных такси в Москве постоянно растет. Число лицензий приближается к 100 тысячам. Ежедневно москвичи совершают почти 800 тысяч поездок. И нелегальным таксистам все же придется переучиваться и работать по правилам. Иначе просто останутся без выручки. Владимир Стариков, Виталий Дубчич, Екатерина Черушева, и Ксения Рыжова. Весть. В Москве сегодня утром открыли бюст легендарного командующего внутренних войск Ивана Яковлева. Монумент появился у Центрального музея Росгвардии. На торжественной церемонии присутствовали родственники генерала, ветераны, руководство Национальной гвардии. Открытие приурочено к вековому юбилею Яковлева. 5 августа исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося военачальника генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева, который бессменно руководил войсками в течение 18 лет с 1968 по 1986 год. И это время можно смело считать становлением внутренних войск. С именем генерала Яковлева связаны кардинальные реформы во внутренних войсках, такие как создание системы боевой подготовки, высшего военного образования, первого подразделения специального назначения, а также морских и авиационных воинских частей. Путешествия на солнечные Бали, рейд по кофейным столицам мира и знакомство с японским искусством и все это в Москве рабочие будни подходит к концу, а значит самое время планировать выходные. Куда отправиться? В первую очередь самое интересное в афише от Жанны Карпенко. Фестиваль Индонезии в Москве в парке Красная Пресня проводится уже в третий раз. Начиная с этой пятницы и на протяжении всех выходных здесь можно будет познакомиться с традициями и культурой этой самобытной страны и побывать в кукольном театре теней, научиться серфингу или дайвингу, приобрести аутентичные сувениры с островов Бали и Ява. Увидеть показ одежды модного дизайнера и даже принять участие в романтической свадебной церемонии в индонезийском стиле. Фестиваль японской культуры на площади перед музеем современного искусства «Гараж» второй год подряд его проводят в Москве при поддержке посольства Японии. На этих выходных желающих научат японским ремеслам и боевым искусствам, познакомят с чайной церемонией, расскажут, как вырастить бонсай. В зоне фудкорда будут представлены национальные блюда «Страны восходящего солнца». В пикнике афиши в Коломенском завтра можно будет попробовать оригинальные кофейные напитки медовый или огуречный раф, кофейный глинтвейн, ореховый сникерс. Окунуться в атмосферу самых кофейных столиц мира Гаваны, Парижа, Нью-Йорка. Опытные баристы обещают мастер-классы и дегустации каждый час. Еще одно гастрономическое путешествие в рамках пикника можно будет совершить в Мексику с ее аутентичными блюдами буррито, кисадилией, энчеладой. Их научат готовить в домашних условиях. Оказаться на даче, не выезжая из Москвы, предлагают в музей-заповеднике Царицыно. Там уже стартовал фестиваль «Дачная Царицыно». Спектакли, литературные чтения, концерты классической и джазовой музыки ждут посетителей в каждой из 18 дней летнего фестиваля. Чтобы взрослые могли отдохнуть, на площадках фестиваля работают детские аниматоры. В пикник-зоне можно будет поиграть в фрисби или бадминтон, полежать на траве или просто прогуляться по тропинкам старинного парка, как это делали еще в Серебряном веке. Вход, кстати, бесплатный. Жанна Карпенко, Иван Скворцов и Анатолий Игнатов. Вести. Одна из столичных компаний по защите прав граждан заманивает клиентов бесплатными юридическими консультациями, а в итоге обирает людей до нитки, пострадавших десятки. Но вывести мошенников на чистую воду не так-то просто. Почему разбирался Денис Восковский? Бесплатная юридическая консультация. О том, что на бесплатной консультации не зазывают по телефону и что его обманули, Виктор Вальчихин догадался позже. Девушка выслушала меня, сказала, что дело беспроигрышно и пригласил в Москву. О том, что за услуги надо заплатить в 16 тысяч, пенсионер узнал только в Москве. Деньги потребовали за составление банальной жалобы. В офисе одной из таких фирм не протолкнуться. Бесплатный прием юриста начинается с разговора о деньгах. У нас есть бесплатная консультация. У нас есть бесплатная консультация. Ну, я на бесплатную хочу. Ну, как я говорю. Нет такого понятия. Я хочу на бесплатную. Просят только договор подписать. Да, личных денег не было. На карточке. Тут же мальчик, юрист, под ручку, провел по Арбату, через переход к банкомату. Им нужно продать товар, услугу. Десятки клиентов фирмы «Люмина», которая располагалась на Арбате, дожидались оплаченной юридической помощи целый год. А потом выяснилось, что фирма переехала и по дороге сменила название. Разговор с генеральным директором фирмы «Правосудие» идет в присутствии полиции, которую женщина и вызвала, полагая, что видеосъемка нарушает ее права. И тогда действительно бесплатную консультацию юристам дают полицейские. Они не могут и не предупреждать. Они могут снимать где угодно, когда угодно. Павла Евгеньевича узнают еще несколько человек. «Сложные дела». Составление иска мог оценить и в 200 тысяч рублей. Он обещал полностью выигрыш и возмещение 207 тысяч в судебном процессе как юридические расходы. Я не брал деньги. А кто брал? Они сдавались в кассу. Увидев, что атмосфера накаляется, работники фирмы покидают кабинеты. Недобросовестные предприниматели для того, чтобы избежать гражданской правовой ответственности через суд, они регулярно меняют юридические лица и меняют место положения офиса. В интернете десятки жалоб на правосудие и все предыдущие инкарнации фирмы. По словам экспертов, схема работы кочующих юристов очень похожа на мошенническую. Но пока консультации продолжаются. Денис Восковский, Борис Агабов, Сергей Зайцев, Вести. И новости, которые пришли во время нашего выпуска. Тела убитых в Центральной Африканской Республике журналистов будут отправлены в Россию сегодня. Около 17 часов об этом сообщило посольство нашей страны. В Ростове-на-Дону горит ангар на территории завода Рост-Сельмаш. Пламя охватило более тысячи квадратных метров. Все рабочие эвакуированы. Юмористы Евгения Петросяна, Елена Степаненко обратились в суд для раздела имущества. Об этом сообщает прислужба суда. Иск подала Степаненко. К этому часу у нас вся информация. С вами была Ирина Росиус. Не забудьте включить телевизор в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин